Самое доброе утро, в самой позитивной стране Европейского Союза, Латвия, привет, просыпаемся. 69 тысяч зарплата в месяц государственного чиновника в Латвии. 60 тысяч зарплата в месяц. И да, если честно, этому надо радоваться, потому что, ну, Латвия, в принципе, такая же богатейшая страна, как Монако, по всем абсолютно показателям. И что плохого в том, что у нас люди зарабатывают 69-70 тысяч в месяц. Но проблема в том, что это госчиновники. И теперь мы рассмотрим с точки зрения проблемы. Почему же такая большая зарплата госчиновника, она является проблемой, а не благом? Во-первых, что удивительно, в Делфи можно сейчас заскочить, ссылочку приложу в описании. Там порядка сотни таких, сотни таких чиновников, и мы их не знаем. То есть мы знаем вот этих на слуху, которые у нас там шли, Сарскаринш и так далее. А вот этих вот людей мы даже не знаем, кто это такие. Так вот, если они являются запросом общества, то есть нам нужен такой государственный служащий для решения наших задач. Ну, мы даже про него никогда и не знали. Только когда он попал в список Forbes, как самый богатый человек в Латвии, только тогда мы узнаем про этого госчиновника. Соответственно, мы этого чиновника не выбирали. Мы знать про него не знали. А как же так получилось, что они зарабатывают такие колоссальные деньги? На основе какого закона это происходит? Кто одобрил? Кто виноват? Ну, а сейчас мы это рассмотрим с двух других сторон. То есть не надо бросаться на то, что какой-то мужик зарабатывает по 70 тысяч евро в месяц. А мы посмотрим, чем чреваты такие высокие зарплаты для Латвии. Понятно, что мы страна банкрот фактически, и страна банкрот не может себе позволить такие зарплаты госчиновникам. Но помимо этого, посмотри, какие риски еще плюсом идут. Например, если ты предприниматель, и ты попадаешь в налоговую, а рано или поздно так происходит, и тебе задают такой вопрос, смотри, средняя зарплата по стране, там, 2 тысячи евро, средняя. Как получается так, что рабочие получают меньше? Что-то с тобой не так, давай разбираться. И ты пишешь объяснение, вот все мои сметы, вот все мои движения, но нет, у меня внутри фирмы больше денег, я не знаю, где их взять. Мне говорят, как же, у всех, у всех 2 тысячи в месяц средняя там по стране, а у тебя нет. Так вот, как высчитывается средняя по стране? 100 чиновников получает там по 70, по 15, 20, 30 тысяч, и уборщица в магазине получает по 600 евро. Средняя, может быть, и будет 2 тысячи. Но беда в том, что если, например, в одном баре бухают 20 строителей, и туда заходит Билл Гейтс, в этот бар, и мы внутри этого бара начнем высчитывать среднюю по стране, то все вот эти бухающие строители в этом баре моментально станут миллионерами. Потому что в среднем один Билл Гейтс с его миллиардами, и строители, которые там зарабатывают по 800 евро, они в среднем станут все миллионеры. Вот примерно по этой идиотской схеме высчитывается средняя по Латвии. И этим мы можем кичиться на международной арене. То есть мы можем говорить, смотри, как у нас все прекрасно, как у нас все хорошо, а то, что ты не можешь заработать и заплатить такие большие налоги, чувак, это твои проблемы. В среднем-то по стране все идет хорошо. И вот показатели у нас по стране великолепные, а если мы внутри страны смотрим, что-то тут не вяжется. Поэтому есть большой обман, когда тебе говорят средняя зарплата по стране, вот с этой секунды любое слово, которое они произнесут, будет обманом. Потому что такие вещи не высчитываются средней зарплаты. Такие вещи высчитываются медианной. Медианной. Не средней, а медианной. Слышал такое слово? Медианная по стране. Никогда средства нашей дезинформации не произносили это слово вслух. Никогда ты не слышал от наших депутатов, выступая в Сейме, какова же медианная зарплата в Латвии и каков рост медианной зарплаты. Сейчас посмотрим, чем отличается средняя зарплата от медианной. И почему об этом никто никогда в Латвии не говорил. Хотя любой экономист в том же нашем университете, который учится, проходит эту тему чуть ли не первую в своих учебниках. Средняя зарплата, которая у нас сейчас высчитывается, она высчитывается как? Берется средний доход по стране, сумма всех затрат, поделенных на количество населения. И получается ровно как в этом баре, да? Туда, куда заходит один ковбой Билл Гейтс со своими миллиардами и 10 бухающих строителей. Это средняя зарплата, понимаешь, да? А медианная зарплата, это когда изначально, когда туда зашел Билл Гейтс в этот бар, изначально их зарплата была ниже, чем зарплата у Билл Гейтса. Таким образом, медианная система, она дает более четкий момент экономики. То есть, когда мы в Латвии занимаемся экономикой, и мы должны смотреть барометры роста населения, растет оно или падает, происходит ли что-то хорошее в этой стране, тогда мы берем учет только на медианную зарплату, медианный доход. Средний доход, который берется нашими правителями и в средствах массовой информации, он нужен только для общей картинки. Для общей картинки. Например, мы берем в плане Евросоюза. И в плане Евросоюза, в общем, средние по больнице, вот мы там примерно выходим в каком-то топике. Почему? Потому что, когда мы у Евросоюза просим каких-то денег, у Евросоюза должны быть примерные барометры. Сколько же там живет население, сколько пример наоборот по стране, и сколько вообще финансировать помощи в эту страну. Вот для чего нужен средний доход. А у нас внутри страны важен только медианный доход. Почему же у нас не используется никогда эта схема высчета нашей конкурентной способности? Потому что мы всегда падаем, 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 падаем. И политики взяли за основу брать средний доход. В среднем доходе, то есть в среднем по Европе, у нас все хорошо. А в медианной системе у нас с каждым месяцем все хуже и хуже, и хуже, и хуже. Тут есть две вещи страшные. Первое. Если в среднем у нас все хорошо, то зарплаты политиков будут вот такие, по 70 тысяч, и это все обосновано. То есть журналист приходит и говорит, например, а почему у вас зарплата такая высокая? Господин депутат, он говорит, смотрите, а мы приравнены к средней зарплате. Вот средняя зарплата показателей растет, и у нас все происходит. Очень характерный показатель вот предыдущий год, когда были темпы высокой инфляции. Сумасшедшая инфляция, грабительская инфляция, при которой народ, население нищает, нищает, становится нищим. А у депутатов это же является обоснованием для повышения зарплаты. То есть чем нищий и беднее народ, тем, согласно нашим законам, зарплата депутатов будет выше. Понимаете, в какой тупик мы попали? То есть чем хуже в стране, тем выше зарплата депутатов. Это законы латвийского государства. И они именно так работают. Как вы думаете, при такой схеме возможен ли вообще какой-то прорыв и рост экономики и развития страны, если в законы этого государства заложена эта схема, эта формула? Когда вам рассказывают про средний доход, кто-то из депутатов, сразу задавайте ему вопрос. С средним доходом все понятно. Что с медианом? Это очень важно понимать. Потому что сбой программы, сбой системы, он именно здесь и закрыт. Что не может чиновник получать по 70-80 тысяч евро, если это не является аферой. Это афера, которая заложена в законы нашей страны. Следующая самая большая проблема, которая нас теперь ожидает. Обрати внимание. Раньше была высокая гиперинфляция. Они на это много зарабатывали. Как им сейчас зарабатывать, когда инфляция устаканилась? Правильно. Они всеми перед уходом под занавес, под шумок пропихнули законы. И, внимание, все партии это подписали. Сейчас происходит какая интересная ситуация. Перед Новым годом, например, мне пришло какое-то уведомление. Ну, штраф за парковку. И, соответственно, Новый год, я к этому не готов. После Нового года я открою штраф свой. Выясняется, что мне присылают бумажку, что в течение двух дней мне надо явиться на суд, потому что меня обвинили там в неправильной парковке. Я не явился в это время, разумеется. Я на праздники улетел. Так вот, 3 или 4 января я открываю эту бумажку. О, ужас, у меня проблемы. И я звоню судебному приступу, задать вопрос, как так получилось, что вы мне прямо на праздники это прислали, и я не успел отреагировать. Что там произошло? И судебный приступ говорит, знаешь, мне лениво открывать твое дело. Значит, смотри, мы уже без тебя все решили, и с твоего счета уже сняли деньги. Не беспокойся. И на вопрос, а могу ли я узнать, за что с меня вообще сняли эти деньги, что случилось? Они говорят, слушай, для того, чтобы это теперь узнать, теперь секретарша должна этим заниматься, это наше время, это деньги, извини, не получится узнать. То есть сейчас, плюс ко всему, эти твари с хорошими зарплатами будут терроризировать нас еще больше. И тут важно понять, что абсолютно все партии ровно подписались под эту декларацию. И независимые депутаты, и все партии про то, что это совершенно нормально. То есть, заметь, в систему вкралась ошибка, что депутаты, госчиновники зарабатывают больше, если страна в убытке. То есть страна такой банкомат, ломбард. И теперь, когда даже со страны денег взять негде, все наши счета становятся их счетами, потому что они в любой момент могут залезть и вытащить оттуда деньги. Это уже свершилось. Это уже факт. Мы уже в этом живем. Высказался. Однако не стоит забывать, что Латвия в любом случае самая позитивная страна Европейского Союза. Сегодня последний день недели. Помним, что у нас еще осталось дней 50-60, а потом начнется буря. Поэтому, пожалуйста, не просрите это лето. Давайте нормально отдохнем и подготовим свою иммунную систему к предстоящему шторму. А он у нас будет этим зимой. Ух!